Всем привет дорогие друзья! Сегодня на официальный сервер Айнова было установлено обновление Grand Crusade. Это обновление принесло очень много изменений, которые по идее должны положительно сказаться на динамике игры. В этом ролике мы рассмотрим только классы, потому что изменений было действительно очень много. А данный обзор для вас подготовил Арам, собственно он этот ролик и проведет. Надеюсь вы воспримите его хорошо, сильно не обижайте, и ссылка на него кстати тоже будет в описании. Я думаю хватит слов, небольшая рекламка, и мы приступаем к обзору классов в этом обновлении. Устал фармить часами одних тех же мобов? Хочешь что-то купить, но не хватает адены? Тогда сайт bandermoney.com создан специально для себя. Различная игровая валюта по лучшим ценам, огромные скидки, а также тысячи отзывов. Покупай данную только в надежном и проверенном месте. Ссылка есть в описании. Всем привет, меня зовут Арам, это небольшой обзор классовых изменений в обновлении Grand Crusade специально для Вайда. Важным в обновлении стала реорганизация класса магов. У всех Фео на смену умения Тайная мощь или Аркана Пауэр пришел тоггл Эссенция Маны, который увеличивает магическую атаку, физическую защиту и шанс маг крит удара. Мана Шилд перешел в разряд тогглов и на максимальном уровне умения поглощает 95% урона, а оставшиеся 5 компенсирует маной. Следующий скилл Путь Гибели теперь называется Тайный Удар Коменты. Это коридорный массовый нюк наносит урон всем противникам на пути к цели, с некоторым шансом может сбросить таргет у цели и снизить скорость передвижения. Новый дабл каст сбрасывает на 15 секунд откат этого удара кометы и накладывает триггер с иконкой удаленного умения дух мага. Каждый раз при появлении этого триггера увеличивается маг атака и скорость каста, а на третьем уровне активируется измененный скилл Врата Гибели с новым названием Четверной Стихийный Импульс. Важным изменением в реорганизации магов стало распределение стихийных тоглов в зависимости от класса. Так, у архимага Фео осталось 4 стихии. Огонь увеличивает маг атаку, вода снижает откат умений, ветер увеличивает силу маг крита, а земля увеличивает физзащиту. Вслед за изменением стихийных тоглов стало изменение стихийного разрушения. Теперь оно имеет общее название и зависит от выбранной стихии. Огонь – это нюк с эффектом воспламенения, вода – это нюк с эффектом заморозки, ветер – удар с эффектом отбрасывания, и земля – это нюк с эффектом удержания. Кроме того, у всех Фео изменилось умение буйства стихии. У архимага это вулканическое разрушение, коридорная массуха, которая наносит урон по всем противникам в заданном направлении по цели и накладывает дебаф воспламенения. У магистра магии или ММА осталось только 2 стихии. Стихия воды работает так же, как у сорка, уменьшает откат скиллов, и новая стихия света уменьшает получаемый урон. Эффект взрыва стихии под аурой воды несколько отличается от того, как работает у сорка. Здесь эффект заморозки накладывается на 7 секунд, во время того, пока цель заморожена, ей можно наносить урон и накладывать дебафы. Взрыв стихии под аурой света наносит урон вокруг цели и накладывает эффект стана. Похожая механика у скилла Elemental Crush или стихийное разрушение. Только урон и эффект стана не массовый. У инквизитора аналогичная ситуация, осталось 2 ауры. Стихия огня работает так же, как у сорка, а вот новая аура тьмы увеличивает шанс маг критов. Буйство стихии под аурой тьмы наносит точечный нюк и накладывает дебаф, уменьшающий магическую защиту, увеличивающий шанс критической маг-атаки по цели. А уже взрыв стихии перемещает инквизитора за спину цели, с некоторым шансом сбрасывает таргет у противника и наносит дополнительный урон. У повелителя бури или исха осталась аура ветра и появилась аура тьмы. Эффекты аур аналогичны тем, что есть у сорка и инквизитора. Буйство стихии с аурой ветра – это массовый нюк, снижающий магическую защиту. А взрыв стихии – это тоже массовый нюк с эффектом головокружения. У некроманта или пожирателя душ осталась аура тьмы и земли. Стихийное разрушение под аурой тьмы – это нюк с эффектом дебафа, снижающим МДФ у цели и иконкой старого глума. Взрыв стихии под аурой тьмы наносит мощный удар, а под аурой земли опрокидывает противника. Профильной способностью у некроманта всегда был призыв различных существ. В этот раз разработчики добавили новый скилл – призыв древнего мага. У него в два раза больше хп, чем у воскрешенного или проклятого, и есть умение Курс From Deadland – проклятие конца света. Это массовый бестаргетный нюк вокруг суммона, с эффектом дебафа, который на 5 секунд понижает скорость передвижения и входящий хил. Наконец, у всех магов умение Шип стихии стало автоатакой. Следующее важное изменение в системе классов – это реорганизация разбойников Адала. Теперь разница в классах более заметна. У всех даггерщиков появилось два новых умения – контр-атакующий выпад и ослепление кинжалом. Контр-атакующий выпад – это селф на 5 секунд, который при атаке противника с некоторым шансом его опрокидывает. Ослепление кинжалом – это дебаф с некоторым шансом сбрасывать таргет у цели и противников, находящихся рядом. Теперь рассмотрим классовые изменения. У авантюриста Адала или ТХ появилось новое умение – поток маны. Это измененный удар с разворота, теперь кроме нанесения урона противнику, он восстанавливает некоторое количество маны. Еще один измененный скилл у ТХ – это кислотное болото. Снижает атаку и защиту у противников и накладывает дебаф, блокирующий использование магических умений. Следующий класс – это Странник Ветра Адала или ПВ. Измененный удар с разворота называется «Удар с разворота справа». Он смечает персонажа вправо от противника, наносит урон и накладывает эффект кровотечения. У призрачного охотника Адала или АВ этот же удар с разворота тоже изменился и теперь называется «Разворот тени». Это атака в уязвимое место сзади с дебафом, снижающим точность противника. Наконец, класс Кладоискатель Адала или попросту спойлер. Получил новый ряд умений. Первая из них – это монета Мафр. Теряя часть своего состояния, 7777 Адан, повышает впереди стоящему атаку, силу физических и магических умений, а сзади стоящим увеличивает размер головы и защиту. Кроме того, у спойлера изменился удар с разворота. Теперь он называется «Обманный удар с разворота». Это нюк с эффектом спойла. Кроме того, важным для всех спойлеров будет добавление умения «Критическая рана», которая, как и у других даггерщиков, увеличивает уязвимость критическим атакам у цели. И, наконец, у всех разбойников Адала произошла существенная перемена с умением скрытия тени. Теперь незаточенный хайт висит всего 20 секунд и на 250 перемещает персонажа вперед. Это, пожалуй, все. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Продолжение следует...